осенний салон надвигается на всех нас очередной декоративно прикладной осенний салон открытие которого состоится 25 октября не знаю как вы но я уже не мыслю нашего города и района без этого яркого события сегодня мы поговорим об осеннем салоне и в студии у нас татьяна полосинова историк архивист искусствовед ведущий научный сотрудник сергиева посадского государственного историко-художественного музея-заповедника таня очень рада вас видеть здравствуйте тоже несмотря на то что вы большой специалист по русскому фарфору я помню прекрасно как мы долго писали с вами наш разговор о фарфоре который хранит наш уважаемый музей я вам очень благодарна за тот разговор это было лет 7 наверное больше может быть больше но мы сегодня поговорим не только об одном материале объекты которого будут представлять художники наши местные на осеннем салоне видимо это будет как всегда керамика это будет кость это будет дерево это будет текстиль металл то есть это уже вот такой джентльменский набор ну он по-разному складывается всегда судьба салонов она уже достаточно длинная больше 20 лет поэтому разделы немножко меняются вот но все-таки неизменными до остаются какие-то вот такие вот уже устоявшиеся это вот то что мы с вами назвали я еще вас не представила как одного из членов экспертной комиссии отборочной к отборочной комиссии да то есть вы не не даете анализа экспертизы вы просто отбираете материалы дорогие художники а также их родные все отбор на очередной декоративно-прикладной осенний салон работ закончен он закончен 12 октября и сейчас идет вовсю вот буквально монтаж вот этой новой выставки как вы ее называете спыл с жарой в этом прелесть в этом необычность наверное этой выставки потому что но любая музейная выставка она все-таки готовится достаточно длительный период времени научная подготовка до идет и как пишется там концепция этой выставки разрабатывает за что она защищается на научном совете все этот непросто вот здесь немножко ситуация другая потому что мы не знаем по большому счету никто к нам придет не сколько работ будет да какие будут работы в какие разделы даже будут больше меньше представлены поэтому это конечно задачу если сложные для всех нас и для нашей хоз части потому что мы не знаем заранее не сколько витрин нам понадобится никакие кубики никакие позиумы да то есть вы не ориентируйтесь на какую-то вот цифру там не здесь а с художними вот я некую статистику тут да и лежат каталоги всех декоративно-прикладных осенних салонов и среди них два три весенних так и что все они разные цифры все разные цифры дают вот самый первый салон декоративно прикладного монументального искусства он состоялся в 1997 году и там было вот 97 экспонентов сразу на первой выставке что было открытием для всех абсолютно для нас для самих художников это был салон немножко не просто он рождался потому что многие не верили в том что этот салон ну и руководство музея то но не то что не верила но были некой сам ним некие сомнения они эти были сомнения у нас потому что мы знали да художники есть но мы не знали их скажем так не знали нам странно это сегодня нам странно уже поколение выросла которая даже и не знает что такое вообще вообще возможно да мы привыкли уже что у нас очень много художников прикладников нет нам говорили что мы будем боту измайлова в какой-то степени ведь это было еще очень сложное время 97 год до художникам надо было выживать во многом и работать на выставочный проект как бы не все работали даже так все-таки работали даже больше на рынок и в буквальном смысле мы ходили по домам мы звонили у от одного узнавали там про другого вот и вот так вот собирали эту выставку и выставка состоялась было я помню это открытие было очень много народу у нас есть фотографии это уже в коном дворе было нет это было еще в лавре казначейском коров казначейском корпусе да и это сразу 90 и сразу 97 человек материалы все чтобы переда и разделы все дерево и кости текстиль и металл все это не все обидели рамли на ногу у нас прикладного в котором и как мало того в 2002 году в союз художников сразу ступила там чуть ли не 16 человек художников прикладного искусства это очень много то есть вот этот вот раздел да как бы союза он очень сильно так сказать укрепился усилился потому что все знали что есть у нас художники живописца а вот столько приклада прикладников лично отличная история я об этом не знала татьяна спасибо вам мне как-то казалось что это давность такая вот мы с ней живем даже в описание салон декоративный учредители не менялись это всегда район первого же салона которого состоялся живописное в 1995 году было разработано положение о салоне где были прописаны некие условия условия на самом деле не так много ну вот мы стараемся их соблюдать это учредителями до салоны являются администрация сергиево-посадского района это союз художников и сергиево-посадский музей-заповедник и несколько лет еще как бы этот салон проводится при поддержке арт-салона галереи лежа то есть девяносто седьмого года ни один из учредителей не покинул вот эту историю да не покинул вот здесь вот особенно музей-музей понятно с художников понятно да власть меняется как бы да но неизменным остается вот ее участие в этом салоне я очень рада валить власть ну вот в этой ситуации мне хочется их похвалить потому что это здорово поддерживать осенний салон поддерживать художников я больше скажу всегда на открытие салона глава района обязательно присутствовала или там на закрытие на оглашение результатов это как-то сразу и статус салона да мне-то очень нравится что именно власть формирует денежный рядовой фон вот-вот же мне нравится то есть не просто художник прозвучал но он еще поддержан материально собственно это является целью выставки мы же с вами живем в удивительном месте да где столько много художников и эта выставка она наверное важна еще и тем показать эту особости этого места люди которые придут на выставку не художники они почувствуют надо же я живу в таком городе где столько много художников татьяну смотрите вот ваша задача какая что вы хотите показать вы хотите показать куда нужно двигаться какие-то тенденции как развивается декоративно какие-то мы хотим демонстрируете мы хотим посмотреть мы хотим увидеть эти тенденции мы хотим посмотреть как развивается да кто появляется новый как работают старые мастера уже как бы известные что нового в современной художественной жизни происходит в нашем городе. То есть тогда, получается, эта история ведь может быть интересна тогда только художникам, но а что публика-то около художническая получает, вот такие, как я? Я не пишу, не режу, никто из моих родных этим не занимается. А что увидим мы, что мы найдём? Ну вот, наверное, прежде всего, конечно, человек, пришедший на выставку, он просто получит удовольствие от созерцания вещей. Он вдруг осознает, где он живёт. И вдруг осознает, где он живёт. Он увидит, он скажет, надо же, а это моя соседка, она, оказывается, художник. Или скажет, а вот у моей дочки в художественной школе преподает вот такой замечательный мастер. Лепит там керамику с ней и так далее. Ну, мне кажется, что это важно. И какая-то гордость, наверное, за город, за район. Город, я когда говорю город, это не только, конечно, Сергеев Посад. Это Ходьково, Абрамцево, это весь район. Потому что, конечно же, и вот Ходьково, Абрамцево, если это не основной блок экспонентов, то очень значимый. Конечно, мы все понимаем, почему, потому что там колледж. Конечно, прежде всего колледж, который даёт нам вот такой творческий потенциал. Это и выпускники, и преподаватели колледжа, которые, конечно, очень... А ещё, если взять географию, откуда ещё люди эти, которые представляют свою работу? Со всего района. А Богородская как звучит? Ну, в этом году, может быть, не так, как хотелось бы, да. Но вот в этом году, например, порадовала кость. Новые художники представляют свою работу, ранее не являвшиеся экспонентами выставки. Порадовала керамика, уже традиционно, скажем так. Надо сказать, что некоторые выводы, открытия салонов, они приводят к последующим каким-то новым выставочным проектам. Вот, например, в 97-м году, когда состоялся первый салон, для нас было открытие, такой вид искусства, как резная икона. И была, кстати, резная икона деревянная. И это вылилось в самостоятельную выставку, которая была в 98-м году уже в стенах музея проведена, которая была посвящена вот только этому виду искусства, вот резной иконе. Когда мы вытащили даже какие-то из фондов, да, вытащили, не очень хорошее слово, но вот показали вещи в ретроспекции, вот развитие этого вида искусства в ретроспекции. То есть вы отталкиваете от современного вы показали... А осенний салон «Храмовое искусство»? Вот, но это тоже уже, скажем так, новый проект, который, наверное, с 13-го года, вот, собственно говоря, из нашего вот этого салона декоративно-прикладного искусства отпочковалось, скажем так, «Храмовое искусство» и стала самостоятельной выставкой. Как вы отбираете работы? У нас вот тут нам написал на почту нашу художник Павел Алексеевич Сидоркин, написал письмо, сегодня мы его обнаружили, и мы бы хотели обсудить немножко, Татьяна, его историю. Я сейчас попрошу своих коллег в эфирке показать работы, которые представил Павел Алексеевич. Давайте посмотрим на них. Это объекты из кости, это бивень мамонта. Это такая фундаментальная работа, над которой Павел Алексеевич работал три года. Она называется «История земли русской». Павел Алексеевич пишет о том, что его работы вы не взяли на «Осенний салон». Он принёс вам, показал фотографии, он не показал работы живьём. Он, как нам, он объяснил, работа очень тонкая, он побоялся их нести. Он принёс и показал вам фотографии. Вот мы сейчас увидели, все наши зрители увидели. Но ему было отказано, несмотря на то, что он участвовал в весеннем салоне как-то. Это выставка-конкурс. И по положению у неё есть некие условия. Условие первое. Это выставка-конкурс, подчёркиваю, среди художников-профессионалов. То есть это людей, которые имеют профессиональное художественное образование. Второе условие – это выставка-конкурс среди художников, которые проживают на территории Сергиево-Пасадского района, независимо от их членства в различных творческих организациях. Они могут быть из-за пределами. Они могут быть. Московский союз художников-членство. Да, но если они проживают здесь. Или они являются членами местного отделения Союза художников России, независимо от того, где они проживают. Поскольку администрация района учреждает эту выставку совместно с Хайзом художников и музеем, она направлена на поддержание местных художников, профессионалов. Но этому художнику было отказано только по формальной причине. Он не имеет профессионального образования. Несмотря на то, что он участвовал в весеннем салоне. В весеннем салоне несколько лет назад он вне конкурса участвовал. Мы такую слабость тогда проявили, о которой сейчас, наверное, можно только пожалеть. Но нельзя объять необъятного. С тех пор, проявив слабость в одном, к нам стали приходить другие художники. И раздел вне конкурсный не может существовать больше, чем может быть сама выставка. Так он будет расти бесконечно. Решили более строго относиться именно к этой части. Было еще отказано кому-то именно потому, что нет профессионального образования. Такие отказы всегда существуют на протяжении всех салонов, осенних и весенних. Но всегда как-то люди с пониманием относятся, находят в себе силы или закончить какое-то учебное заведение художественное, или вступить в союз художников. То есть, если нет корочки, но ты член союза художников, вы тоже это рассматриваете как... То есть, Павлу Алексеевичу можно посоветовать тогда как бы заполучить какое-то членство, и он тогда может участвовать. Но он говорит о том, что он три года работал специально для осеннего салона. Конечно, он в отчаянии, я могу его понять. Вы знаете, много есть других выставочных проектов. Вот недавно была в Ходьковском музее выставка, посвященная именно резной кости. Мы делаем выставки не только профессиональных художников. У нас сейчас в музее проходит выставка художника, который не имеет профессионального образования, который в традициях городецкой резьбы работает, но в музее его работают. Это не значит, что работы плохие, но просто они не подходят под формат этой выставки. В интернете я нашла информацию, что Павел Алексеевич получил президентский грант на историю земли русской. То есть у вас вообще вот эти статусные вещи, они вас как-то возбуждают, когда вы отбираете работу, трогают? Вы знаете, приносили работу, приходят люди, не менее, кстати, интересные личности, да, и с хорошими работами. Но я говорю, что нельзя объять необъятное. Будут какие-то другие выставочные проекты. А бывали еще какие-то драматические моменты за всю историю декоративных осенних салонов, когда вы бодались с художником? Нет, нет. В общем, всегда достаточно все мирно проходит. А вот та история, когда вы все-таки выставили работу, на которую она ставила, чем она закончилась? Вы знаете, да, отборочная комиссия работает, но мы стараемся не так жестко, что ли, относиться к отбору вещей. Почему? Потому что художники, наверное, сами должны... Вот мы показываем, как развивается художественная жизнь в городе, да? Уровень работы. Объективно? Объективно, без... Да, ну если уж совсем откровенно что-то, вот прям в рамки художественного какого-то решения не входит, тогда мы пытаемся объяснить... Мы пытаемся объяснить лучшие образцы сегодняшней художнической жизни. Художники сами, они понимают, куда все-таки они идут, да, и поэтому все-таки отбор какой-то предварительный уже у них у самих существует. Вот. И, ну, по-всякому бывает, да, бывает. Вот был такой случай, когда художница принесла работу, настояла, чтобы ее взяли, как бы, как мы не убеждали, что, может быть, не нужно этого делать. И когда выставка открылась, когда она посмотрела на свою работу в ряду других, она, ну, почти извинилась, сказала, что вы были правы. В общем, мне не надо было, наверное, выставляться. Татьяна, до нас дозвонился Павел Алексеевич Сидоркин. Павел Алексеевич, добрый вечер. Вы слышите меня? Да. Павел Алексеевич, чуть погромче, пожалуйста. Да, да, я слышала. Павел Алексеевич, ну вот вы слышали, что сказала Татьяна, член отборочной комиссии, и ответ, как вы мне сказали тоже сегодня по телефону, мы с вами говорили до прямого эфира, вы получили от музея. Павел Алексеевич, а у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вам так важно представить эту работу именно в осеннем салоне, вот в этом? Ну, во-первых, понимаете, не всегда можно сделать такую работу, как я сделал. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да, вас слышите, хорошо. Павел Алексеевич, да, и... Павел Алексеевич. Да, да, я слышал, но со мной с прямого эфира разговаривают, я сейчас не знаю, с кем разговаривать. Да, 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 то есть не всегда такую работу можно сделать, да? Вот это... Ну вот вы понимаете, сейчас вот со мной разговаривает ведущая, да, я не знаю, с кем разговаривать, а вы слушаете. Мы сейчас пока слушаем вас. Павел Алексеевич, а вы позвонили, вы хотите высказаться или задать себе вопрос? Да, да, я вот по поводу того, что вот член приемной комиссии сказал по поводу критерий подбора, у меня есть сомнения, юридические сомнения. Дело в том, что сегодня я буквально получил ответ, по ответ получил от музея, по интернету, в 17.07. Мы слушаем вас, Павел Алексеевич. Вот, и согласно ответу музея, да, человек, который пришел на прием, чтобы сдать свои работы, должен иметь художественное образование. Вот в ответе у меня сказано. А если вы почитаете приглашение, там написано, должен быть художником-профессионалом. Ну, это одно и то же, на мой взгляд. Но это разве не одно и то же? Нет, не одно и то же. Нет, не одно и то же. Потому что художественное образование, вот, допустим, в советский время я поступал на работу, художественное образование можно получить в специализированном учреждении, а это же образование можно получить на предприятии, и предприятие Ходьковского саблика резных художественных изделий, имеющий статус такого же образовательного, фактически, учреждения, дало мне это образование. И у меня есть разряд пятого резчика по кости, который не каждый резчик, закончивший художественное училище, имел. Понятно. Павел Алексеевич, да, я вижу, вот это объявление, я его распечатала, для участия приглашать. И вот сегодня я вам прислал буквально всем чем-то вот этот ответ музея, да, и юридически это не совсем одинаковые вещи. Понятно. Павел Алексеевич, сейчас мы дадим Татьяне Полосиновой высказаться и ответить вам. Спасибо за звонок. Я не юрист, и музей не юридическая организация, да, но, наверное, в следующий раз мы скорректируем, чтобы было более понятно, да. Но вот есть положение, исходя из этого положения было объявление, когда Павел Алексеевич пришел, мы все ему постарались объяснить очень корректно, но вот какие-то тонкости, зацепки за какие-то формулировки, они могут быть, но я даже не знаю, как тут вот можно прокомментировать. Мы имели в виду вот то, что мы имели, да, это формулировка. Художники-профессионалы. Мы его понимаем именно как профессионалы, то есть человек, который имеет профессиональное образование. Но... Собственно, когда я задумывался салон, это было поставлено в угла угла. Павел Алексеевич, спасибо вам за звонок, и я надеюсь все-таки, что как-то эта история разрешится, и, может быть, свои объекты, над которыми вы работали три года, вы покажете городу и району, но, видимо, на других, на каких-то других площадках. Скажите, Татьяна, вот что для вас, для искусствоведа, как вы себе определяете, что должно быть обязательно вот в объекте искусства, декоративно-прикладного искусства, обязательно выражено? Вот вы видите перед собой, да, это... Смысл. Смысл? Да, вот одно слово, смысл. То есть даже вам пока не важно, как это исполнено? Нет, это важно, конечно, но смысл, наверное, на первом месте. То есть первое ощущение вот такое... А это все взаимосвязано очень. Для чего и зачем это сделано? Конечно, для чего и зачем это сделано. Потом, что вы смотрите, что вы должны понять? То есть вы уже подходите ближе к работе, вы можете ее взять в руки, видимо, и рассматривать. Может быть, очень высокое мастерство исполнения, да, но как бы там может чего-то не хватать. Вот, я не знаю, образа, художественного образа, вот это вот именно того смысла, ради чего это делается. Это очень важно в любом произведении искусства. А что мы имеем на лотках? Мы можем найти на наших местных лотках в нашем районе, в нашем городе славным художниками, богатого художниками, и мы можем увидеть и купить вот эти объекты, вот так запросто зайдя в магазин, а не только в музей. Конечно, я думаю, что да. Художники же живые люди, они очень часто израбатывают тем, что создают. Но, конечно, разница, наверное, то, что идет на продажу и все-таки идет на выставку, это, ну, есть эта разница, скажем так. Но все-таки на лотках есть? Есть, да, почему нет? То есть даже проходя, например, вот по центру, вот эти знаменитые магазины напротив лавры, или даже просто художники, которые выставляют свои работы. Я давно, правда, там не ходила, не смотрела. А были такие истории у вас, что вот вы проходите от монастырских главных ворот, помните? Там ведь раньше была очень бойкая торговля, и вы прямо там видите эти объекты? Ну, нет, такого не было, но просто, может быть, я вот там мало хожу. А насколько представлены на декоративном салоне наши промыслы местные? Вы знаете, по-разному. Вот опыт всех весенних салонов, он показывает, что иногда несколько салонов проходило, когда мы прямо предприятия художественных промыслов представляли. Какие, например? В отдельных витринах, это вот и Сергиево-Посадская игрушка, и Богородская игрушка. В этом году у нас будут представлены промыслы, но только отдельными авторами. Не предприятием, а отдельными авторами. Это и Богородская, это и Кость Ходьковская, и, конечно, наша Сергиево-Посадская игрушка. И матрёшка, и шкатулки. А как бы вы оценили, Татьяна, сегодня состояние промыслов? Вот меня как-то потрясла Света Горожанина. Она мне сказала, что вот приблизительно мысль такая, что пока жив хоть один художник, который работает в промысле. Да, промысел жив. Значит, мне просто это потрясло. Мне всегда казалось, что объёмы, масштабы, какой-то конвейер, да, и вот это всё, и всё. Мы, значит, можем расслабиться, промысел жив. А Светлана говорит, один мастер. Конечно, конечно. То есть так оно и есть, и вы согласны с ней? Абсолютно. Вот что сегодня, какую картину вы видите? Насколько это живёт важно и художникам, и нам, потребителям, и, может быть, власти, которая вот рядом тут и всегда с нами? Сложный вопрос. Я думаю, что это важно, это живёт, это должно обязательно быть, и жить, да. И, ну, просто уровень работ разный. И есть художники, которые работают в традициях промысла, да, но которые достигли уже вот какой-то высоты авторской той же матрёшки, да. То есть всё-таки это должно быть, да? То есть это не застывшее что-то, да, вот мы повторяем и повторяем вот эту малютинскую матрёшку, да? Нет, нет, нет. Вы посмотрите, даже все у нас авторы, которые работают вот в этой области, они же все разные, абсолютно разные. Ну да, это... Хотя они работают в одной традиции, но они вот абсолютно разные. А как вот здесь вот не перегнуть палку, как вот не скатиться куда-то там, может быть, ну, я не знаю, либо в пошлость, либо в кич? Иметь хорошее мастерство, иметь хорошее знание, иметь хорошее чувство вкуса. Тут много всего должно сойти. Много у нас таких художников? У нас такие художники есть, несомненно, вот на выставке вы это увидите. Ну сколько их? Десятки, сотни? Смотря в каком матрёшке, в смысле в Сергиево-Посадском, может быть, побольше. Вот с Богородским как-то здесь вот в этом году немножко хуже. Хотя там фабрика живёт. Да, те традиционные художники, мастера, которые всегда у нас приходят, да, выставляются на салон, вот они в этом году не участвуют, к сожалению, большому. То есть Богородской резьбы не будет? Будет, будет, но не так, как хотелось бы, наверное, да. Что ещё? Ещё кто? Вот, а вот, например, Косторезный промысел, вот он будет представлен. Вот фабрика, ведь народное искусство, она прекратила своё существование несколько лет назад. Фактически вот говорили о том, что промысел умер. И сейчас вот можно, например, говорить о неком даже начале пути, ну если не о возрождении промысла, а о начале пути к этому возрождению. Потому что какое-то наблюдается оживление, скажем так, в этом аспекте. И на предприятии, на базе этого предприятия создано новое предприятие, где работают вот замечательные художники, Косторезы, где владельцы занимаются даже добычей вот кости мамонта, да. И что самое важное, выпускники Абрамцевского колледжа, да, они могут прийти на работу на это предприятие. То есть это, ну, важная такая ещё вещь в социальном плане. И, конечно же, это очень большой стимул для тех людей, которые даже и поступают в Абрамцево. Вот, насколько я знаю, в этом году даже конкурс вырос вот именно на отделении кости. То есть у нас, собственно, для того, чтобы промысел жил, есть всё. У нас есть традиция, у нас есть фабрики, училища, музей, и не один, да, который... Есть пример, на чём можно учиться. Да, да, и сейчас вот ещё осенний салон. Прекрасный образец того, что сейчас происходит в декоративно-прикладном искусстве. Татьяна, вот за эти годы, с 97-го года, вот у меня первый каталог, а где предпоследний? Вот, 15-й. 15-й год. Какие-то открытия, которые сделали вот лично вы, может быть, ваши коллеги? Ну вот смотрите, в 15-м году, когда мы открывали салон, я тогда и на открытии говорила, что очень сильно выступили керамисты. Вот, в 2015-м? В 2015-м году. И мы тогда выделили группу художников, которые показались нам наиболее ярко, наиболее интересно, самобытно как бы выступили. И к чему это привело? В 17-м году мы в музее сделали выставку четырёх художников, групповую выставку, четырёх художников-керамисток. Это Анна Филиппова, Анна Андрианова, Елена Винтовая и Екатерина Базлова. На мой взгляд, получилась очень хорошая выставка, очень яркая, где они... Ну, фактически, это было четыре персональных выставки. И это был результат работы осеннего салона. Настолько ярко они прозвучали. Мало того, это было мнение не только музейное, это было мнение даже и керамистов, многих старого поколения. Я помню очень хорошо, как выступал на открытии этой выставки Юрий Петрович Леонов. Давайте тоже вспомним его, человек, который ушёл из жизни в прошлом году. Каждый год на каждом, в общем-то, салоне... И прекрасный живописец, и просто восхитительный керамист. Да, мы вынуждены констатировать тот факт, что, к сожалению, жизнь не вечная у художники уходит. И в этом году у нас тоже не будет постоянного нашего экспонента Юрия Петровича Леонова. И вот он смотрел долго работы, к нему подошли брать интервью, и он сказал совершенно такую замечательную фразу, говорит, «А молодые на пятки наступают». Да вы что! Юрий Петрович Скуб, между прочим, на... Да, это была похвала. Он словами-то не бросался. Да, он словами не бросался, потому что молодые, в общем, как бы на пятки наступают. А как вы думаете, почему такой всплеск был? С чем это было связано? Ну, именно вот мастерства такого, и вот так зазвучала именно керамика. Почему? Ну, во-первых, наверное, она так, может быть, не звучала вот в 90-е годы, потому что это всё-таки были большие экономические сложности. Всё-таки керамика, она требует больших затрат, и материальных тоже. Да, это печи, это обжиг, это глина, там, краски и так далее. Сейчас немножко ситуация изменилась, да, и появились новые какие-то материалы. Вот я смотрю, сейчас все художники рассказывают, что какие-то глазури, там, пигменты, которые из-за границы привозят, которые дают совершенно какие-то необычные эффекты, вот, и что-то такое, да. И, ну, технология немножко меняет. Сейчас вообще это очень, ну, если можно так сказать, модно. Сейчас по всей стране организуются керамические симпозиумы международные, да, вот, в разных местах, вот, в Гавриловьяме, в Вятском, там, еще во многих местах, где там устраивают прям целые шоу керамические, там, с обжигом вот высокого огня, с обжигом раку, там, ну, восстановительные всякие, разные обжиги, там, много всяких этих технологий. И, конечно, вот наши керамисты, кстати, во многих этих симпозиумах участвуют, и вот это дает им толчок вот такой вот к созданию очень хороших работ. То есть керамике надо было как-то раздышаться, разбежаться, да, вот это все время, оно как раз ушло, и вот оно подошло вот к этому. Ну, с учетом, это традиционно наши сильные вот керамисты известные, да, у них сильные учителя, да, у них сильные учителя, это, конечно, Абрамцево, они сами все эти люди уже, прошедшие школу вот Абрамцево, они там преподают и передают уже свои знания до нового поколения. Татьяна, у нас звонок, давайте примем его. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер. Я что хотел сказать, буквально несколько слов по поводу дискуссии. Я включился поздно. А вы представьтесь, пожалуйста. Ну, я представлюсь просто Сергей. Дело в том, что вот ваш гость говорил и задавали вопросы до этого молодой человек из Ходькова по поводу системы художественного образования. Дело в том, что сотрудник музея, она, вероятно, не в курсе того, что образование профессиональное может быть высшим, средним. Кроме того, существовало образование по подготовке мастеров на производстве. То, что говорил как раз этот мастер, который обратился сейчас в студию. То есть у меня такое ощущение, что я не хочу никого обидеть, но компетенции сотрудника музея вот сейчас, она как-то меня смутила. В том смысле, в системе отбора вещей и вообще подхода к оценке того, что представляется, исключительно на упор на диплом. То есть какое-то обязательно профессиональное образование. Но ведь, насколько известно, народно-художественное ремесло предполагает искусство народное. И если вспомнить знаменитую Пенкину, а ваш сотрудник, который сидит наверняка, эту фамилию помнит, у нее не было вообще никакого образования. Но она гениальная мастерица дымковской игрушки. То же самое можно сказать и о Богородской резьбе. Там была масса мастеров, которые не имели никакого художественного образования, но мы восхищаемся этими вещами. То есть вот здесь я не пойму все-таки, каковы критерии отбора вещей для экспозиции, оценки их и вообще выдачи, так скажем, каких-то сертификатов. Первое место, гран-при и так далее. То есть вот здесь, честно говоря, у меня давно это смущает. То есть вас смущает выдача сертификатов, Сергей? Я не слышу. Что? Вас смущает выдача сертификатов первое, второе, третье место, да? Ну и это в том числе, ну и принцип даже вот, так скажем, критерий в то, что звучало в вашем разговоре, в вашей беседе. То есть все-таки какие-то критерии какие-то расплывчатые. Высшее или художественное образование, наверное, это все-таки не главные критерии. Но один из критериев, но какое образование? Тут надо разобраться сотрудникам музея. Спасибо, Сергей, за вашу реплику. Спасибо огромное. Речь идет не о критериях, а об условиях отбора. Это разные вещи. Конечно, я прекрасно понимаю, что есть высшее образование, есть среднее образование, есть школа, там, ФЗУ, там и так далее. Я это все прекрасно знаю и понимаю. Я говорю про условия, а не про критерии. Конкретного конкурса выставки. Но понятно, что вы не можете объять необъятно, и вы каким-то образом ставите какие-то дорожные знаки, каким-то образом ограничивать. Ну, может быть, в последующем эти условия будут пересмотрены. Я не знаю, как дальше, так сказать, пойдет эта система. Как вы будете справляться с потоком? Вообще, сколько работ вам приходится откидывать и сколько остается? То есть вот уровень приносит 500, вы оставляете там 90. Ну, такой статистики не велось, да, но приходится, да, конечно, отбор есть, он существует, несомненно. Но вот я смотрю по статистике, да, у нас самый большой салон, у нас это больше 100 человек, больше 100 художников принимали участие. Это был 2003 год, в 2001-м 107, потом 103. В этом году меньше, 60, но это, наверное, объясняется тем, что вот большой, так сказать, раздел, вот это храмовое искусство, оно, как я уже говорила, так сказать, отпочковалось. Да, это существует уже отдельный выставочный проект. Даже хорошо, что есть такие три вот эти ветви, потому что вы бы тогда вообще не могли ничего впихнуть, если бы это все было вместе. Условия, еще есть условия, может быть, кроме тех, которые я сказала, вот, хорошо, что напомнили, да, я повторю. Это работа, которую мы принимаем на салон, она должна быть выполнена за последние три года. Почему мы должны, мы показываем современную, да, как бы, современную картину художественной жизни, поэтому это вот непременно условие, то есть вот от одной выставки до другой, вот за этот период, что художник. Ну, и, конечно, нужно понять, Сергей, согласиться с ним, ну, как оценить объект искусства, вот как его оценить, как его одарить местом, вот черный квадрат, какое бы место дозим черному квадрату на месяц. Почему мы не придем, это все, конечно, достаточно субъективно, это не математика, да, где мы точно знаем, как в теореме все решается, нет, это немножко другое. Но вы придумали правила игры, и как бы, и вот они здесь, вот они здесь, вот в этих каталогах, вот эти каталоги перед нами, и вот они везде проговариваются, одни и те же правила игры, да, то есть везде в каталоге вы прописываете это. Вот, ну, кроме того, я хотела сказать, еще отборочная комиссия, это отборочная комиссия, да, но у нас еще есть жюри, вот это экспертная комиссия, которая, то есть еще одно сито, да, да, еще одно сито, которое, собственно, присуждает эти премии, раздает места, если, скажем так, вот, который работает уже, ну, в конце, так сказать, вот выставки, вот 22 ноября будет как раз церемония оглашения итогов, накануне будет работать вот эта экспертная комиссия, которая будет оценивать работу. Татьяна, спасибо вам огромное, нам нужно заканчивать. Я вот дарю вам возможность и мои коллеги, может быть, как-то обратиться ко всем и всех поздравить со скорой, со скорым открытием очередного декоративного осеннего салона. Вот, пожалуйста, вот ваши камеры. Ну, во-первых, спасибо, да, что пригласили, что дали возможность рассказать об этом, ну, на наш взгляд, очень важном художественном проекте. Мы хотим пригласить всех жителей нашего города, прийти обязательно на выставку, увидеть ее своими глазами, обязательно выбрать самую понравившуюся работу, отдать свой голос, потому что по итогам выставки также будет присужден приз зрительных симпатий. А это очень важно, есть жюри, которые с профессиональной точки, так сказать, оценивают эти работы, да, есть люди, просто зрители, которые тоже могут, ну, поучаствовать, вот, в некотором смысле, в награждении, да, какого-то номинанта. Прекрасно, и эта идея, когда была рождена, Татьяна, когда? Вот сейчас точно не скажу, ну, не на первых салонах, но уже давно, достаточно, да. Татьяна, спасибо вам, что... Это даже интересно посмотреть, как мнение жюри, да, одинаковое или оно разнится, вот с мнением, так сказать, все разницы. И оно разнится, или оно иногда совпадает? Иногда совпадает, иногда разнится, это совершенно нормально. Спасибо вам, ну, я желаю вам мирных отборов. Отборов? Да, очень бы хотелось мирных отборов, мы никогда не хотим никого обидеть, мы очень... Хотя я и понимаю, в общем-то, господина Сидоркина, я понимаю, три года работы, и вещь, ну, как он говорит, тонкая, но мы можем пока ее видеть по фотографии, но я понимаю его и разделяю его отчаяние, но вот... Ну, есть условия, да, по которым мы постарались в этот раз, но немножко вот прям по букве, так сказать, закону действовать. Спасибо вам, Татьяна. Уважаемые зрители, мы говорили сегодня об осеннем салоне, его открытие пройдет 25 октября в главном здании Сергеева Посадского, историко-художественного музея-заповедника. Оставайтесь на ТВР24, всего вам доброго и золотой вам осени! Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...